мне понравился один человек я ему тоже но он любитель выпить что мне делать продолжать отношения как мне убедить его что алкоголизм это зло это возможно нет конечно конечно невозможно вы поймите такую вещь когда ты встречаешься с человеком мужчина может даже бросить ради тебя пить когда ты встречаешься но потом когда ты женишься он расслабиться опять будет пить поэтому долг женщины воспитывать мужчину это факт но лучше воспитывать того кто поддается воспитанию поэтому женщина должна пытаться найти себе достойного человека достойного означает что у него изначально привычки достаточно чистые чтоб с ним можно было построить нормальную семью однако же если уже отношения созданы и уже появился вот такой человек который пьет делать уже не деваться некуда то что надо делать в этой ситуации надо ставить ему условия надо ему ставить условия что или я или бутылка одно из двух если он выбирает бутылку надо с ним расстаться если он выбирает тебя то все равно жениться еще рано замуж выходить надо дальше проверять его временем то есть надо ждать то есть надо с ним строить отношения смотреть дальше если он терпит 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 нужно какое-то время чтобы увидеть что он уже поменял свое представление жизни когда он уже куда-то в другое место устремиться это значит что бутылка не вернется надо понять что бутылка не вернулась мужчине надо увлечься чем-то другим очень серьезно она это пройдет время пока он отойдет от бутылки пока он у него психика опять восстановится для того чтобы чем-то увлекаться другим потому что бутылка человека засасывает полностью она знаете как она как удав который душит все сильнее и сильнее человек увлекся бутылкой постепенно бутылка выдавит все другие интересы у человека в жизни все больше и больше больше он будет увлекаться бутылкой в конце концов только бутылка останется у него все остальное ничего не останется потому что к духе действуют которые действуют через пятно они выдавливают все другие интересы у человека. Поэтому это опасная вещь, бутылка. Если она есть у человека, с ним нельзя совместную жизнь создавать. Надо дождаться, пока у него что-то другое, ценности какие-то. Три категории людей. Первая категория это люди безразличные. То есть они настолько привязаны к себе и никого не любят, что им все равно, как ведут себя близкие люди. Ребенок получил два. Ну, что сделаешь? Все двойки получают. Ничего страшного. Ребенок получил пять. Ну, тоже нормально. Ничего страшного. Хорошо. Безразличный человек. Близкий человек изменил, допустим. Такой человек думает. Ну, ничего. У нас же такая жизнь сейчас светская. Все изменяют. Ничего страшного. Нормально. Спокойно ко всему относятся. Безразличный человек. Холодное сердце. Первый вариант людей. Самый тяжелый случай. Второй вариант. Человек стоит принципы выше отношений, выше человека. Принципы сначала, человек потом. Ну, допустим. «Если ты не бросишь есть мясо, я с тобой жить не буду. Мясоед проклятый». То есть, лекции наслушалась, пришла домой. Стала идеалистом. Означает фанатик. Фанатично настроенный человек означает, что он ставит принципы выше людей. Почему убивают, кстати, вот эти вот «убей неверного». Ну, убивают люди людей, почему фанатики религиозные. Они ставят принципы, духовные религиозные принципы, ставят выше людей. Не понимая, что самый главный принцип религиозный означает «возлюби ближнего», а не «убей его». И когда человек такой фанатично себя ведет, он идеалист по природе. Он воротит нос по отношению к людям, которые не верят так же, как он. Он ненавидит тех людей, которые не следуют каким-то правилам. И дело даже до абсурда доходит. Допустим, мне иногда писали письма такие. Человек прочитал, послушал мои лекции «Время – режим дня». И начал вставать рано, допустим. Начал режим дня соблюдать. Все, кто не соблюдает режим дня – козлы в результате. Муж – козел. Она соблюдает режим дня, он не соблюдает. Все, враг народа. Она ему не дает спать с утра. Что-нибудь делает такое, шумит, чтобы он проснулся. Мелкие подлости такие. Он не может спать, ворочается. Говорит, хватит шуметь, я не могу. Уже спать. Потому что грешно сейчас спать, поэтому и не можешь. Вымучивает его. И в конце концов он в досаде вообще просто уходит из дома. Как можно с таким человеком жить? Она говорит, грехи не позволили его жить со мной, с возвышенной и честной. На самом деле она отвечает за его уход в этом случае. Потому что она изживает его. Да, ваш вопрос? Как бороться с такими фанатиками? Зачем с ними бороться? Если ты будешь с ним бороться, то сам станешь фанатиком. Как с ними быть – это уже другой вопрос. Надо понять такую вещь, что когда человек получает знания и неправильно к нему относится, то он в результате становится фанатиком. Потому что знания надо применять только к себе. А других людей надо не трогать этим знанием. Значит, ты относишься к знанию правильно. Допустим, если ты решил режим дня соблюдать, соблюдай его так, чтобы никто не беспокоился вокруг. Это значит, что знание принял правильно. Понимаете? Ну, сам применяешь, больше никого не трогаешь. Все. Это значит, ты правильно применяешь знание. Теперь, допустим, человек не может применять знания правильно. Он пришел с лекцией Олега Геннадьевича и стал фанатиком. Как к нему относиться? К этому человеку? С любовью. Он, допустим, портит тебе нервы, ты с любовью надо относиться. Почему? Потому что, ну, крыша же может у любого человека съехать. И у близкого в том числе. А что делать? Ну, съехала крыша у близкого человека. Иногда приходят такие родственники ко мне и говорят, ты что на лекции-то моей жене сказал? Посмотри, что с ней стало. Ты же вроде разумный человек, выглядишь вроде глаза вменяемые. Ну, посмотри, что с моей женой стало. Мы начинаем лекцию слушать. И видим, что сказано все было совсем по-другому. Она не так восприняла это сама. В этом проблема. У меня в Барнауле был такой случай. Один молодой человек пришел на лекцию по питанию. Я рассказал, как питаться правильно. Представьте, этот мальчик, он очень фанатично все воспринял. И он вообще перестал кушать. Как результат. Ну, то есть, он сначала кушал вот правильно, потом меньше начал кушать, меньше и вообще перестал кушать. Почему? Потому что я сказал там такую фразу, что есть такие святые люди, которые вообще могут без еды жить. Он это воспринял на свой счет, потому что он есть такой святой человек, оказывается. И он начал уменьшать количество пищи до тех пор, пока не перестал есть совсем. В результате он благополучно свихнулся и попал в психушку. Мама заявила в ФСБ на то, что ее ребенка свихнули на лекции. В результате я ничего не подозреваю. Я прихожу на лекцию, смотрю на зал и вижу сидят три воробушка, которые прилетели понятно откуда. Я таких воробушков сразу вижу в зале. Внутри трое сидят. Не думаю, ну ладно один, а трое. И сидят, и они внимательно слушают. Записывающее устройство поставили. Все. Ловят меня. Я прочитал обычную лекцию, больше не приходили. Потом я узнал, что, оказывается, они читают нормальные лекции. Да просто у вас ребенок ненормальный. Неправильные выводы сделали. Все нормально. Но идея в этом заключается. Ведь свихнуться от чего угодно можно. Можно любые слова воспринять неправильно. Это все зависит от того, как ты воспринимаешь их. Я уже объяснял, что некоторые люди по семейным отношениям записывают только то, что обязанности жены муж-мужчина записывает, приходит домой, и начинает третировать свою жену потом. Всю лекцию изучил внимательно, сделал правильные выводы, как он считает. Так это же бред. Это идеалисты. Вторая категория людей. И третья категория людей, это человечные люди. Человечные люди, это которые людей ставят выше всего. Не себя ставят выше всего, а людей и близких. И они отдают им свою жизнь. И они готовы все стерпеть от близкого человека, все простить, все принять, совсем смириться, совсем согласиться, и понять близкого человека готовы. И не только близкого, любого человека. Человечные люди, это большая ценность везде в обществе. Они везде нужны. Они составляют... Это развитые люди, на самом деле. Это те люди, которые очень нужны обществу. И человечным человеком не обязательно будет религиозным. Он может быть нерелигиозным. Но лучше уж человечные люди будут вокруг, чем такие религиозные, которые попирают людей своей верой. Понимаете? На самом деле, если человек человечный по природе, то Бог живет в его сердце. Может, он об этом не знает, но Бог живет в его сердце. Это значит, что он всех способен понять, принять в своей жизни, оценить правильно. И никому крест на людях не ставит. В этом квалификация человечного человека. Он не ставит крест на других людях. Что вы подразумеваете под словом «Бог»? Я не скажу, что я подразумеваю. Потому что это мое личное. А вот что Веды подразумевают, я сейчас расскажу. Первое, что нужно понять, что Веды объясняют, что в этом мире нет никакого хаоса, как считают большевики. Не считают, что Вселенная возникла из точки, которой сначала не было, полный бред. Как это не было, и точка появилась. Откуда она тогда появилась, если ничего не было? Потом она взорвалась, точка взорвалась, и возникла Вселенная. Безумнее теории, я не встречал в своей жизни. И так как она, Вселенная взорвалась, там возник какой-то вектор движения взрыва, и поэтому она крутится, эта Вселенная. И так как она взорвалась, поэтому она расширяется. Вроде бы как бы все логично, да? Все, и расширение есть Вселенная, и крутится она. Ну вот как из точки она взорвалась, которой не было, этого я до сих пор понять не могу. Ну ладно, Бог с ними. Пускай так считают. Но, допустим, мы возьмем просто простые вещи. Вы видели в жизни хотя бы какой-то процесс один, который не управляется сознанием и развивается? Допустим, был такой ученый, опарин. Он, фамилия соответствует тому, чем он занимался. Он занимался тем, что он кипятил белки всю жизнь. Парил мозги себе. То есть, что он делал? Он пытался создать жизнь. Он то нагревал, то охлаждал белки, то нагревал, то охлаждал. Ну просто химические вещества. Белки получились в результате, но жизни не получилось. Они не соединились вот так вот в клетку и начали ползать и размножаться. Не получилось такого. Знаете почему? Потому что никогда из грубой материи жизнь сама не возникает. Для этого нужно присутствие души. Понимаете? Когда душа появляется, сразу материя начинает группироваться. И когда материя группируется и размножается, значит, что там есть душа. Веды объясняют это. Да если взять, допустим, камень и срез сделать, если там есть душа, мы увидим, там концентрические круги на этом камне есть. Он красивый, прозрачный, сияет и лечит людей потом. От этого камешка отпочковывается другой. Значит, там есть душа, понимаете? Оболочка у этого камня есть. Так же, как у дерева срез. Точно так же выглядит. Ну, кто видел камни, знает. Так? В камне даже жизнь, может быть, оказывается. Душа присутствует, все организуется, все создается. Душа, допустим, берем просто семечко обычное. Маленькое семечко пшеницы. В нем есть душа или нет? Вы ошибаетесь. В нем нет души. Там просто есть сродство к жизни. Природа так удивительно создает, что в этом семечке все так устроено, что там есть энергия, которая притягивает при определенных условиях душу. Вот когда мы семечку... То же самое, как яйцеклетка. Допустим, яйцеклетка идет по трубе, в ней души нет. Но когда сперматозоид попадает, в этот момент туда попадает душа и начинает развиваться жизнь. Точно так же семечко сажаем в землю, поливаем. В тот момент, когда влага и земля одновременно с семечком соприкасаются, немедленно туда попадает душа и начинает растение расти. Понятно, как это происходит? То есть для того, чтобы душа попадала, нужны определенные условия. Но однако же, когда она попадает, то она начинает действовать сама. Как только душа попадает в семечко, что происходит? Мы видим, что росток начинает активно расти сам. И ему условия какие-то нужны, но растет он сам. И он сам защищается от невзгод каких-то, понимаете? Эти процессы очень гармоничны, закономерны, и они очень глубоки. Мы, допустим, начнем и начинаем изучать строение этого пшеничного колоса. Целому институту годы потребуется, чтобы изучить все его строение. Настолько там глубокие процессы происходят, когда присутствует душа. И если мы возьмем всю нашу вселенную, мы увидим, что как точно движутся планеты, как они на нас действуют, как они создают нашу судьбу, и все как бы упорядочно в этом мире, и все гармонично, и все одно вытекает из другого. И мы видим, что есть глубокие закономерности во всем. Но никогда в жизни мы не увидим, что эти закономерности происходят из хаоса. Ну, как это возможно, что что-то взорвалось, и вдруг появилось что-то такое? Один американский ученый, я не помню, как зовут уже, он изучал клетку, изучал ее, изучал, 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 и он доизучался клетку, короче, он написал. Полный идиотизм. Думать, что это глобальная структура, клетка, обычная клетка, может возникнуть сама в результате естественного отбора. Он говорит, для сравнения могу привести такой пример. Если взять груду металлолома, положить, и из нее само по себе возникнет огромный красивый Боинг, тогда я поверю, что эта клетка может возникнуть сама. Но говорит, Боинг говорит и по своей структуре, он отдыхает по отношению с клеткой. Потому что клетка, говорит, устроена в миллионы раз сложнее, чем Боинг. Вот такая фраза, высказывание такая у него, у этого ученого. Он полностью разочаровался в теории Дарвина. Полностью. Потому что он считает, что только Бог может создать эту жизнь. Потому что она настолько сложно устроена, что человеческий, ну вообще просто химия, хаос, такие вещи не может создать, просто в принципе. Поэтому веды объясняют, что кто такой Бог? Бог это тот, кто создал этот мир. Для того, чтобы мы в нем смогли его найти. Веды объясняют, что есть духовный мир, он занимает огромное, бесконечное пространство. А есть материальные миры, небольшие, маленькие. Материальные миры предназначены для тех живых существ, которые отдыхают от любви. Ну то есть, веды описывают, что мы живем в духовном мире. И в какой-то момент, мы допустим, отношения любви строим, в каким-то момент мы забываем об этих отношениях. И когда мы забываем о них, там доля секунды в духовном мире проходит. Но в это время душа, так как ей делать нечего, она попадает в материальный мир, где она живет для себя. Пытается жить для себя. И пытается жить для себя, для того, чтобы понять, что это бессмыслица. И когда она живет, живет многие жизни для себя, потом наконец понимает, какая глупая затея вообще. И начинает жить для других. Постепенно она понимает, что есть Бог. Начинает жить для Бога. И в этот момент она просыпается в духовном мире опять. Думает, Господи, и она помнит все свои прошлые жизни. Миллионы жизней в материальном мире. Думает, Господи, когда отвлекаешься от духовной жизни, что-то в голову не взбредет. Столько всякой глупости. Кошмар. А это ее многие жизни, прошедшие в материальном мире. Веды так объясняют все это. Поэтому Бог — это полное целое. Веды описывают, задаются в Ведах вопрос, что лучше, быть Богом или индивидуальной душой. Как вы думаете? Большинство людей считает, что лучше быть Богом. Веды объясняют, что лучше быть индивидуальной душой. И они объясняют, почему. Потому что Бог сравнивается с огромным солнцем, сияющим, как это огромное солнце любви. То есть огромное-огромное количество любви. А живые существа — это искорки этой любви. И Веды говорят, когда эта искорка начинает строить отношения с Богом, с огромным целым, она наполняется всей этой любовью, которая исходит из этого большого целого. Но сколько искорка может сама Богу любви дать? Вы подумайте. Очень мало. Так? Сколько она получает любви? Много. Поэтому и говорится, лучше тот, у кого больше любви. Кто может больше любви получить. Но мы пока этого не понимаем. В этом наша проблема. Что у нас уникальное положение в этом мире. Мы должны быть обладателями божественной любви. Но мы немножко другими делами занимаемся здесь. Поэтому, соответственно, и не получаем этот великий дар. Ведописывается, что у Бога есть два аспекта. Есть личностный аспект, и есть его сияние. Сияние Бога — это энергия счастья. Мы все пользуемся энергией счастья, живем для нее. Это состояние сознания называется имперсонализм. То есть мы знаем, что есть солнце вот здесь, но солнца не видим. И многие некоторые считают, что раз не видно, значит его нет. Но это безумие. Бог — личность, она есть. Она создала этот мир, потому что мир был соткан из гармонии. И поэтому мы должны стремиться постичь это. Это и есть наука настоящая. Ученый человек настоящий понимает, как все устроено. Я так вкратце ответил на этот вопрос. Конечно, я... Почему мы читаем настрой «Я желаю всем счастья» на русском языке, а на не вначальном санскрите? Ведь звуковые вибрации первоисточника в разы лучше, чем ее перевод на другой языке. Первый раз меня в Латвии об этом спросили. До этого нигде нет. Значит, у вас есть образование уже серьезное в этом плане. Спасибо. Спасибо. Понимаете, это факт, что звуковые вибрации на санскрите, они сильнее действуют, чем на просто обычном родном языке любом. Но поймите такую вещь, что для меня самая важная ценность представляет не то, чтобы вы научились читать звуковые вибрации. Это уже следующее образование, которое вы можете получить в храмах, на специальных мероприятиях, на которых именно этим занимаются. Моя цель повторения «Я желаю всем счастья» заключается в том, чтобы вы почувствовали сердцем, что такое звук. Это можно почувствовать любой звук, санскрит или не санскрит. Главное, чтобы вы глубоко понимали смысл. Вот допустим, если я буду повторять для вас это будет как просто звук, чтобы вы глубоко поняли в чем смысл этого звука, надо пожить этим звуком, понимаете, надо этим пожить. А люди многие вообще первый раз приходят, и они будут повторять эту фразу, во-первых, они не знают даже как ее произносить толком, надо обучать этому, а во-вторых, они не будут вообще понимать, что это значит глубоко, потому что поймите, что даже если тебе перевели фразу, все равно глубокого понимания не будет. Допустим, человек не знает английского языка, и это близкий человек, но ты хочешь признаться ему на английском в любви. И ты ему говоришь, сейчас я тебе объясню, I love you значит я тебя люблю по-английски, поняла? Поняла? I love you. ноль эмоций. Почему? Потому что фраза не вошла глубоко в сердце. Поэтому если ты скажешь на родном языке я тебя люблю, она войдет в сердце сразу, потому что человек глубоко понимает смысл этих слов. Но если те же самые слова произнести на чужом языке не входит в сердце, почему? Потому что нет глубокого понимания. Поэтому я и повторяю с вами на том языке, который вам ближе. Я, конечно, на латышском не могу повторять, вы уж меня простите. Потому что в этом случае я не буду соображать. Вы-то будете понимать, вы будете радоваться, что мы повторяем счастье, я желаю всем счастья на латышском языке, но я ничего не буду понимать. Я буду с трудом проговаривать, как это звучит на латышском. Я желаю всем счастья. Ну, один только скажите, вот девушка. как-то, да? Вот представьте, я так сейчас буду повторять. Что тогда будет? Как действует карма через приемных детей? Так же, как через обычных. Разницы никакой нет. ребенок попадает в твой дом, он становится твоим ребенком. Все, приемный, не приемный, какая разница? Нет никакой разницы. С точки зрения материнства и детства нет никакой разницы, приемный этот ребенок или нет. Просто есть определенная проблема. Если вы считаете этого ребенка приемным, значит, он будет приемным. и через него будет действовать такая карма, что он чужой, как гадкий утенок, знаете, мультфильм, чужой. И поэтому все дети вокруг будут его считать чужим, родственники будут считать чужим. Если женщина сражается за ребенка, как за своего, она считает его своим еще больше, чем всех остальных, тогда все тоже так начнут себя вести с ним. Поймут, что он свой еще больше даже, чем все остальные. И тогда не будет никакой другой кармы, только семейная карма будет идти, та, которая положена по судьбе. Все зависит от того, как настроена женщина. Если она считает себя матерью, то и отец тоже примет ребенка, как сына в этом случае. Если женщина не считает себя матерью, отец тоже не примет. Потому что сначала ребенок становится сыном матери или дочерью матери, а потом уже сыном или дочерью отца. надо это очень четко усвоить. Допустим, ребенок рождается, мать не приняла его как сына, но не почувствовала. Нету ни материнские чувства, не заработали, допустим. У отца тоже не заработают. Понимаете? Через женщину мужчина учится, через женские чувства мужчина учится воспринимать своего ребенка, как своего близкого человека. он смотрит на женщину, как она с ним себя ведет и учится этому. Поэтому, если приходит ребенок в дом, женщина должна становиться матерью, принимать его ближе, ближе к своему сердцу, и когда она, наконец, совсем близко примет его, он станет для нее сыном, а потом уже для ее мужа станет сыном. разница всего лишь заключается в том, что когда женщина вынашивает ребенка в утробе, этот процесс принятия происходит за 9 месяцев, пока она его вынашивает. Когда она родила, уже давно принятие произошло. А если ребенок не в утробе вынашивается, то она должна вынашивать это принятие наяву в то время, когда он просто живет рядом. Тоже примерно такой же срок будет около года. Она будет принимать его все ближе к сердцу, потом он станет ее родным ребенком. В этой связи надо понять, что если вообще никаких шансов тебе родить самой ребенка нет, то можно ребенка взять на воспитание, он тоже будет своим. Почему же некоторые люди не хотят брать чужого ребенка на воспитание, считая его неродным? Потому что они скупцы. У них слишком скупое сердце. они не понимают, что такое материнство. Знаете, я общался с многодетными матерями, вот допустим, многодетная мать, ей хочется много детей, она родила пятерых, ей хочется еще, а рожать уже не может. Ей вот так вот взять еще одного ребенка. Пять есть, еще одного вот так вот взять, без проблем. Почему? Потому что у нее сердце настолько сильно любит детей, что она, у нее уже все дети ее родные. То есть она берет, ребенка видит, все, он ей как сын. Она берет его, допустим, нуждается в матери, ребенок хочет мать. Она берет его и все, он для нее свой, родной. А вот если женщина совсем не имеет детей, не развито это чувство, она не понимает этого, она не может взять, ей кажется, что это будет чужой ребенок. Но это всего лишь просто ее проблема. Потому что если ребенок нуждается в матери, он станет родным. Это факт. Можно ли молиться о зачатии детей, или это тоже является материальным желанием, которое оскорбит Бога? Это является материальным желанием, которое оскорбит Бога. человек должен не молиться о зачатии детей, он должен молиться о том, чтобы зачать ребенка, который бы служил Богу. То есть надо сказать Богу, если ты дашь мне ребенка, то я буду со всех сил стараться, чтобы он тебя любил. Вот это уже будет негреховное желание. То есть если человек так настроен, то Бог обязательно даст ребенка. Ну то есть если человек настроен для Бога как бы отдать, то Бог обязательно отдаст тоже. Ну то есть ребенка воспитывать в духовном направлении. Бог тогда даст ребенка. Потому что в этом идее заключается. Мы не можем зачинать ребенка, если мы ему не можем ничего дать серьезного. Какой смысл? Сейчас в мире принято ставить диагноз синдром дефицита внимания или гиперактивность наоборот, то есть противоположно. С чем это связано? С поведением родителей, с временем зачатия, с тем, что дети, как написано в Бхагавадгите называются нежелательными. Нет, все неправильно, не с этим совсем связано. Это связано с тем, что в современном обществе идет очень сильный акцент, крен на внешнюю деятельность. То есть как бы общество поставило для себя главную цель жизни. Главная цель жизни это достижение комфортной жизни, то есть жизни, в которой ты чувствуешь себя комфортно, уютно. То есть у тебя есть машина, телевизор, холодильник, стиральная машина, хорошая квартира. То есть ты живешь с комфортом. Это цель жизни сейчас. В этом заключается цель жизни. Да все нормально. Вас очень заботливые люди, очень заботливые. спасибо вам большое. Вот, понимаете, проблема именно в этом заключается, что мы на зарабатывание денег настроены настолько сильно на деловые отношения, что личные отношения между людьми самбо обучения детей попраны. Вот смотрите, дети наши учатся личностным отношениям, нет? У нас есть предметы по личным отношениям, по воспитанию черт характера, по работе над собой. У нас есть предметы такие, нет? Нет? Почему, знаете? Потому, что для бизнеса это ничего не дает. Это никак к бизнесу не относится. Личная жизнь человек никак к бизнесу не относится. А школа подчинена бизнесу. Школа не подчинена развитию личности, она подчинена развитию бизнеса. Понимаете, в чем разница? Вот когда провели исследование, ученые провели исследование в области открытия медицины и разработок, то оказалось, что из тысяч разработок лекарств, ну, открытия медицины, тысячи разработок лекарств идут различных. И всего две-три разработки по здоровому образу жизни. Почему? Потому что на здоровом образе жизни не заработаешь. Ты его можешь передать людям и все. И на этом закончено. На этом не заработаешь. А лекарства можно продавать постоянно. Понимаете, поэтому тысячи изучений, как действуют лекарства и две-три разработки, как сделать так, чтобы их не пить. понимаете, опять же, в чем вина? Вина в том, что наша жизнь сейчас подчинена деньгам. Не деньги нам подчинены, а мы подчинены деньгам, потому что мы поставили комфорт и вот это достижение материального прогресса в основу своей жизни. Мы считаем это самым главным. и причина, что у нас не хватает общения, дети перестают общаться с другими. Почему? Потому что общение, желание общаться означает как раз любовные отношения. Означает, что мы создали среду, в которой есть много места чистым, теплым отношениям. Вот смотрите, допустим, возьмем даже фильмы сороковых годов. Человек, допустим, выходит из дома, на улице сидят люди и поют, допустим, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Да? Поют. Какие подмосковные вечера сейчас? подмосковные вечера означают все на рогах стоят. На улицу выйти нельзя. Я в субботу, я утром читаю молитву, хожу по городу, по Москве, как песни поются. А я иду, шагаю по Москве, и сколько я еще пройду. Вот я по утрам так хожу по Москве. Субботу утром я выхожу из дома и вся полностью Москва заполнена людьми, которые всю ночь провели в кабаках. Утром пять часов утра для них ночь. Один мужик шел на мне навстречу такой с двумя девушками, идет в обнимку, смотрит на меня и говорит добрый вечер мне. Шестой час утра уже, добрый вечер. Подмосковные вечера. Понимаете, мы потеряем культуру. Мы не можем выйти на улицу и с любовью запеть песню. У нас нет той среды уже. Даже в деревнях, раньше в деревнях это хотя бы хороводы можно было водить. Сейчас и в деревнях точно так же люди живут уже как в городе, то есть они в замкнутом пространстве находятся, они не могут общаться, они могут любить друг друга, просто с гармошкой выйти попеть, если не нажрался, на рога не встал, не пойдешь, не попоешь. Если ты сейчас в Москве с гармошкой выйдешь на улицу, начнешь играть на улице, просто петь, люди подумают три варианта. Первый нажрался, второй вариант митинг какой-то, политическая акция какая-то проходит. Вот и третий вариант, надо психушку вызывать. Все, что ты просто решил попеть, такой идеи не будет ни у кого в голове. Почему? Потому что это казус. У вас так же или нет? Ну, получше, чуть-чуть, ну, примерно так же. И именно по этой причине дети не общительны, потому что дети, они, понимаете, до 14 лет ребенку хочется общаться только на уровне энергии на языке любви. Дети общаются языком любви, понимаете, с ним только так можно поговорить. Ты, допустим, к ребенку маленькому не подойдешь и не скажешь, как тебя зовут? Он не среагирует вообще на твои такие слова, на деловой тон он не реагирует. Ты к ребенку подходишь, тебя как зовут? На языке любви он Са-са. То есть, все, он реагирует, этот язык ему нравится, он хочет общаться им. Почему? Потому что дети, они живут только этим языком, у них нет другого языка. Но если родители вообще не общаются этим языком, у них атрофировалось это чувство любви. Он с работы приходит, и отец, и мать, и у них нет вот языка любви вообще дома, они начинают деловые какие-то отношения, особенно если они вместе работают. Там работа продолжается дома, они приходят домой и дальше обсуждают эти темы. о чем детям говорить. Они становятся замкнутыми. Все. Гиперактивность почему проявляется? По той же самой причине. Когда человек любит кого-то, у него психика расслабляется, и он становится счастливым, спокойным, умиротворенным, уравновешенным в жизни. Другой вариант. Если он, у него любовь отсохла в сердце, остались только деловые отношения, он все сильнее напрягается, и поэтому он быстрее, быстрее, быстрее говорит. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Некогда вдохнуть. Понимаете идею? Это причина тому неправильное движение культуры в мире во всем, не только в нашей стране. Мы просто не понимаем, куда двигаться. Мы катимся к разрушению цивилизации. Потому что когда люди потеряют любовь, жизнь их будет разрушена полностью. Потому что человек живет ради любви. И вся эта работа предназначена для того, чтобы содержать свою возможность любить и быть любимым. А если мы забыли, как любить, зачем тогда работать, лучше удавиться и все? Для чего работать-то? Для чего жить? Когда жизни никакой нет. Поэтому надо научиться правильно относиться друг к другу. Надо научиться жизни. Эти правильные отношения на самом деле развиваются в духовной среде. Вот если вы в любой крам придете и увидите, как люди друг к другу относятся, вы увидите там любовь. Там, где есть духовная культура, там остаются чистые отношения, ценные отношения, которые нужны человеку. Они остаются там. А в обычных отношениях, в обычной жизни нет. Поэтому, если хотите настоящие, чтобы дети по-настоящему у вас росли, общительными, не гиперактивными, надо вводить их в храм, почаще в храм вводить. Найдите себе какую-то веру, чтобы она была вам ближе. Вводите туда детей, дети там будут общаться, они будут любовь чувствовать, заботу, внимание, и будут нормально развиваться. высказание, которое кое-что проясняет. В этом мире очень много законов различных. И эти законы, они иссушают душу того, в чем сердце нет любви. Так же, как на солнце высыхают различные живые существа, которые не укрываются от него. Ну, допустим, всякие насекомые. В чем идея этого высказания? Идея заключается в том, что любовь это сила, защищающая нас от всех трудностей судьбы. Если, допустим, вы чувствуете, жизнь невозможная уже стала, очень тяжела, столько проблем, работы нет, то нет, это не так, все не так, и вы просто изнемогаете, у вас нет сил. Знайте, что причина вашего изнеможения только одна, в вашей жизни нет настоящей любви. Если бы у вас в жизни была настоящая любовь, нет работы, нет работы, трудно стране, трудно стране, заболел, ну, заболел, ничего страшного. Когда человек сильно любит, он даже не замечает, как помирает, не то, что как заболел. Он даже помирает в состоянии нормального, нормально ему, даже когда он помирает, не то, что когда он заболел. Поэтому единственная проблема наша заключается в том, что у нас не хватает любви в жизни, в отношениях. Причем любовь не означает только любовь к жене. Любовь, она бывает разной, бывают дружеские отношения, тоже любовь. Бывают отношения к детям или отношения к старшим, это тоже любовь. Понимаете, есть разные виды любви. К родителям отношения тоже любовь. И все эти виды любви надо одновременно развивать. Надо учиться дружить, надо учиться относиться к родителям правильно, чтобы с ними любовь развивалась. Надо относиться к младшим, к детям правильно учиться тоже. Тоже любовь. Поэтому без любви нет жизни. Вот об этом следующее высказание. Скажите, пожалуйста, как найти духовного учителя? Его невозможно найти, духовного учителя. Ну, такой же можно вопрос задать. Как заработать миллион? Никак. Невозможно заработать миллион, невозможно найти духовного учителя. Почему? Потому что это все дается по судьбе Богом. Понимаете? Если ты принимаешь наставление тех, кто уже рядом с тобой находится, значит, ты уже имеешь духовного учителя. Больше того, надо знать, что в плане наставлений существует определенная последовательность. Если человек ее раскрыл в своем сердце, он встретит духовного учителя без всякого сомнения. Смотрите. Первый этап. Когда человек находится в невежестве, кто ему дает наставление и как? Если человек находится в невежестве, кто ему дает наставление и как? А? Да? Он послушает их? Враги. Правильно. Когда человек находится в невежестве, ему дают наставление враги. И как они ему дают? Ты гад такой, ты понимаешь, что ты сделал? Кричат на него. И они таким образом объясняют ему правду. Когда человек находится в невежестве. Принять такую правду очень сложно. Поэтому люди в невежестве обычно не знают, что такое правда. Потому что только враги могут им сказать эту правду и то в состоянии глубокой ненависти. Потому что в противном случае они просто будут молчать. Человек, когда находится в страсти, как он получает правду? Кто ему может сказать? Да. Жизнь прижала его, он узнает правду. А когда жизнь не прижала, он правду не будет признавать. Потому что правда это всегда горькое питье. Всегда. Правда всегда тяжела. Не бывает так, что правда легка была. Понимаете? Это всегда горькое питье. Но когда ты ее принял, она уже станет, становится слаще. Но пока принимаешь всегда горькое питье. Если человек уже имеет правду в сердце, ему не надо ее принимать. Но если ему надо какую-то правду принимать, значит это будет горькое питье. Человек в страсти не любит горького питья. Он любит только хорошее питье. Но однако же, если он чувствует, что его могут выгнать с работы, он приходит к людям и говорит, скажите мне правду. Почему так получается в моей жизни, что меня выгоняют? Ему говорят правду, он следует ей. И потом, в конце концов, он восстанавливается. И если он страсти, а потом опять наглеет и делает не так, как надо. По этому поводу есть один анекдот. Уже всем знакомый, но я напомню еще раз. Человек упал с девятого этажа. Летит и по дороге думает, господи, я тебе все отдам. Вот я готов для тебя все сделать. Пожалуйста, спаси мне жизнь. И на втором этаже он зацепляется за сук. Не долетает до земли, висит в воздухе. И все, то есть несколько раз болтнулся и остановился. И думает, вот блин, во время полета с девятого этажа какие только мысли в голову не придут. Он уже все успокоился, он уже забыл, кто его спас, зачем. Уже он крялся, уже все, до свидания, понимаете. Точно так же человек в страсти. Когда он получает какое-то знание, он следует ему. Но когда у него все хорошо, он расслабляется и забывает об этом во всем. Все, потому что все нормально. Зачем оно, это знание, ему опять нужно. Все, до свидания. Человек благости как получает наставление? Он стремится к ним. Он стремится к наставлениям. Он ищет их наставления. И он начинает их обнаруживать везде. Чем более развит человек благости, тем наставления он получает. Более разными необычными способами. Допустим, ведо говорится, святой человек может наставление даже от пьяницы получить. Я приводил уже пример много раз на лекции. Один духовный учитель сильно болел. И он попросил эридического врача. Ему ученики привели эридического врача, он был пьяным. И этот эридический врач, пульс пощупал такой в пьяном виде. И говорит, вам надо гулять. И пошел. И ученики были злые на нем. Говорит, ты как вообще посмел к духовному учителю прийти? Пьяного чуть не побили его прям при нем там. И духовный учитель говорит, отпустите его, через него Господь действует. Они его отпустили, и он начал гулять и вылечился. Начал ходить пешком, ходить, гулять побольше и вылечился. Этот пример иллюстрирует, как человек разумный, он видит истину через советы разных людей. Даже тех, которые недостойно себя ведут, понимаете? И духовный учитель действует для такого человека везде, через всех людей. Но обычный человек, для него очень трудно принять совет. Поэтому первый этап, человек, который чувствует, что он не может принимать от всех подряд советы, он должен найти себе того человека, которого бы он слушал. Это первый этап вообще контакта с духовным учителем, со своим будущим. Первый этап, это хотя бы кого-то слушать, найти. Дальше человек, когда научился слушать, он дальше учится понимать, что нужно слушать, а чего нельзя. И он начинает изучать разные направления, смотреть, где слушается, где сердце радуется, где звук, где не радуется. И он ищет. Постепенно он находит какое-то направление духовной практики. И когда он находит такое направление, у него попадается в жизни не духовный учитель, но наставник, старший. И старший ему говорит, надо вот так-то делать, так-то. И он думает, ой, тяжело. И потом постепенно он думает, выхода нет, надо все равно делать, как надо. И он начинает выполнять наставления старшего. А потом, когда он уже становится очень сильным духовно человеком, то он тогда, Бог ему дает уже духовного учителя. Кто такой духовный учитель? Это личность в духовном смысле абсолютно непреклонная и сильная. Она очень сильно устремлена к Богу. И духовный учитель, он на санскрите называется гуру. Гуру означает тяжелый. Тяжелый означает, что он не говорит ерунды. Он скажет, так скажет. И некоторые говорят, когда же будет духовный учитель? Да Бог не дает, потому что не унесешь. Потому что, когда появляется духовный учитель, он тебе прямо говорит. И очень серьезные вещи. И надо выполнять. Потому что, если ты не выполняешь, он отказывается от тебя, как ученика. Все. Там отношения очень серьезные. Поэтому не торопитесь с духовным учителем. Расслабьтесь. Всему свое время. Не так все быстро и просто, как кажется. Хотя духовный учитель дает большие блага человеку. Если он дает инициацию, он берет грехи его на себя. То есть у человека меняется судьба. Но сколько грехов он берет? Сколько ты предаешься духовному учителю, столько грехов в него войдет твоих, очистит твое существование. Поэтому не все так просто, понимаете? Не все так быстро, просто. Не надо никуда торопиться. Бог дает тех наставников по судьбе, которые положены сейчас. И они будут требовать столько, сколько вы унесете. Поэтому не торопитесь с духовным учителем. Всему свое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok